Добрый-добрый-добрый день всем дорогие друзья, с вами Друг, с вами студия игрокам ТВ, все это при поддержке Team Empire, и мы начинаем трансляцию матча между Империей и Folk Lovers & Lepreco. Данный матч проходит в формате, в рамках европейских квалификаций на Frankfurt Major, собственно только вот для Империи начался этот путь на славный турнир, о котором вы много слышали, если не слышали, как минимум узнаете в любом случае, потому что это событие на данный момент топовое и наиболее важное во всем Dota Community. Огромный турнир с огромными призовыми, мощный, крутой и все по типу International, только вот такой мини-International. Ну и на данный момент команда Empire по идее должна быть на приличном таком моральном подъеме. Кто следил за вчерашним матчем против Сикретов, понимает о чем я говорю. Вчера Империя наказала Team Secret, один из топовых мировых коллективов с крутейшим рейтингом и крутейшим винрейтом, наказалась со счетом 2-1. Первый матч был долгий, практически 80 минут, а два следующих матча были очень короткими и простыми для Империи. За 20 минут просто-напросто разнесли грозных оппонентов. Сейчас не такие грозные оппоненты, но тем не менее, вот судя по пику, есть о чем подумать команде Empire. Давайте сразу на пик перейдем и попытаемся что-то здесь проанализировать. Empire забирает себе Shadow Fendai, забирают себе Winter Viverne. Все хорошо, все имбово, но посмотрите какая имба внизу находится. Это Висп и это Тинни. Ну и, как я понимаю, сразу же туда отправляется Дизраптор в пик команды Empire, чтобы кто прилетал, прилетал прямо в Kinetic Field и Static Storm. Это меняет сразу в корне дело, тем более Дизраптор универсальный герой, там и вернуть кого-то можно, и я думаю, вы понимаете, что такое Тинни и Висп прилетел, а взяли и Тинни отправили назад, глимсанули и улетел Тинни обратно. А вот Висп остался просто получать по горбу, где у него, кстати, горб, не очень понимаю вообще, что у него там, что у него там с туловищем, толком непонятно. Ну, в целом, пик достаточно интересный у команды Фукловерсен Леприкон, две имбы, как я вижу, две стандартные отработанные комбинации, это Висп плюс Тинни и это Бейн плюс Мирана. Кто не в курсе, Бейн плюс Мирана это Найтмэр, и туда залетает Эроу от Мираны. По-русски это Сон, и туда залетает Стрела от Мираны. В общем-то, на линии это работает, если против вас играют не очень серьезный коллектив, в который привык подставляться. Империя вроде как подставляться умеет, не то чтобы любит, но умеет. Это проблема всех СНГ коллективов. Ну, надеемся, что этого не случится, посмотрим, как все пройдет. Хотя Клевера, естественно, вот я смотрю, центральную линию уже заняли, это Тинни плюс Висп, скорее всего. Вопрос только, будет ли Мирана... А некуда Миране деваться, Миране придется фармить, Бейну придется саппортить, потому что сложная линия простая, как если вдруг Мирана и Бейн, вы подумали, что это Роумище Даблан, например. В таком случае тогда пустая линия. Ну и Империя банит Сент Кенга, героя на сложную линию от Клеверов. Хотя может и Миран и Бейн отправятся на сложную, а на легкую кто-нибудь отправится... Все равно у Флейнера отправлять. По-любому брать надо у Флейнера. Бруда и Сент Кинг забанены. Вообще посмотрите, какое внимание уделялось героям о Флейн, что в одном пике, что во втором. Дарк Сир, Клокверк, Брудмазер, тот же Найт Сталкер, которого Империя отправляет в сложный. Четыре из пяти у Клеверов, четыре из пяти бана у Клеверов посвящены Офлейну. Ну и со стороны Эмпайр это Шейкер и это Сент Кинг. Возможно и Туз, кто-то тоже стоял одно время на сложной линии. Короче говоря, поперебанили у Флейнеров как могли. Ну и здесь зато есть раздолье касательно саппортов, касательно Керри-героев. Тим Эмпайр забирает себе Джаггернаута в роли Керри. Саппорт Дизраптор, саппорт Винтерный Верн. И на данный момент у Флейнера нет еще команды Эмпайр. Ну и выбор не так велик на самом деле. Возможно это будет Магнус под Шадоу Финда сборочка. Да и вообще сборочка в Кинетик Филд вместе с Статик Штормом это расчудешно. Я думаю, что Магнус мог бы зайти у Тим Эмпайр по данному пеку. Есть еще и герой, который с руки наваливает. Это Джаггернаут. Тот же Эмпавр очень полезен Джаггеру. Не надо собирать никаких Баттлфьюри. Вообще Джаггера этим и славились в какое-то время. Сейчас естественно Джаггера не через БФ собирают. Ну если вот такого типа БФ на него будет вешаться за бесплатно, там за немножечко маны, то безусловный плюс. Я думаю, что о Магнусе стоит подумать в команде Эмпайр. Кливера. Последний пик и тоже нужен Хардлейнер. Оставили его напоследок. Вивер от Фокловерсен Леприкон. А теперь у меня вопросы. Теперь у меня вопросы. Вивер пойдет в сложную или Мирана пойдет в сложную вместе с Бэйном. Вивер может стоять соло, легкую линию. На самом деле Эмпайр скорее всего об этом задумается. Бистмастер от Team Empire. Все, героев разобрали. Достаточно интересный пик, что с одной стороны, что с другой. И давайте сразу перейдем на героев. Очень быстро ребята разобрали своих типочков, которыми придется играть. Давайте сразу же пройдемся по игрокам. Пайкат забирает себе Мирану. Так. Свифтендин будет играть на Вивере. Эгэм забирает себе Виспа. Сакса будет играть на Бэйне. И Секси Бамбу играет на Тинни. Скорее всего это Мидлейн. Судя по закупу Виспа. То есть отсутствующему в принципе. Это будет Фаст Боттл. Это будет борьба за Баунтер Руну. Чтобы этот Фаст Боттл себе получить. Ну и Секси Бамбу на Тинни будет стоять Мидлейн. Ну и со стороны команды Эмпайр. Винтерн Виверна от Ноуфира. Нового, новоиспеченного капитана команды. Резолюшн будет играть на Бестмастере в сложной линии. Йоку. Шадоу Финт. Центральная линия. Алоха Дэнс саппортит. И саппортит Алоха Дэнс на Дизрапторе. А саппортит Алоха Дэнс, конечно же, Сайлента. Который будет играть на Джаггернауте. Все. Команды разобрались. Команды уже пошли на свои позиции. Домачиваем. Я думаю, борьба за нижнюю руну должна быть. Бестмастер здесь. Шадоу Финт тоже здесь. Перетяжки на сложную пока нет. Но здесь просто на халяву можно забрать. Не на сложную, а на топ-линию. На халяву просто можно забрать руну. И по-моему, Джаггернаут уже готов это сделать. Мирана будет по таймингу давать туда стрелу. Не будет никакой стрелы по таймингу. Сайлент стоит, ждет Сайленту бы уйти отсюда. Увидел он Саксу и быстренько оттуда свалил. Баунти руну внизу забрал у нас в итоге. В итоге, в итоге, в итоге. Забрал баунти руну внизу. Тинни. Тинни забрал руну. Она ему не так нужна была, как Веспа. Возможно, оставит одного крипа. Возможно, нет. Сейчас посмотрим. В любом случае, от того, насколько быстрым будет батла у ЕГМа, зависит очень много. И вы понимаете, что такое принять Веспа до того, как батла не пришла. Возможно, с этой целью здесь ноуфир и есть. Секси Бамбу дико настреляли по горбу. Артик Бёрн у Твинтера Двиверн уже заюзан. Ну и пока что Тинни просто стоит и ждет, как даже ЕГМ себе купит то, что должен покупать себе ЕГМ. Все. Приобретена уже батла. И Секси Бамбу себе еще и тапок тащит. Стартовые артефакты, необходимые для данной даблы, уже куплены. Кливера поставили на сложную линию. Мирану и Бэйна. Как и предполагалось, Вивер будет в соло формить против Бестмастера. Вивер достаточно сейвовый герой. Так просто его не зацепить. Плюс Вивер может настрелять. Милишник очень плотно. И вы видите, что с резолюшном происходит. Вивер просто по одному удару. Там еще и Шукучи будут у Вивера. Ими можно харасить неплохо. Маны требуют немного. У Вивера в целом ее немного. Но насколько немного требует Шукучи, настолько и Вивер располагает маной. Ну и Пайкат вместе с Саксой будет стоять на сложной линии. Стоять он будет против даблы и бегающего от центральной к топ-линии Ноуфира на Винтерн Вивер. Пока, я так понимаю, Вивер займется стаками. Здесь уже две пачки есть. Крипов. Ну и СФу это очень необходимо. И МСФ требовательный герой. И герой, который имеет возможность хорошенько формить вот эти вот споты. Ну и третий отвод уже. Все, три пачки крипов стоит. Теперь просто осталось в команде Empire дожидаться нормального левела Shadow Race. Возможно, на пятом левеле пойдет Йоку. Возможно, чуть попозже. Но тут такое уже дело. Раньше него точно туда никто не придет из команды Фокловерсен Леприкон. И забрать эту пачку крипов не сможет. Секси Бамбу на мидлейне. 10 на 2. У Йоку в это время 6 на 4. Тут небольшое отставание. Йоку приходится не сладко здесь. Все-таки Тени милишный герой. И милишный герой с очень хорошим стартовым демеджем. Это прямо-таки, скажем, вообще халява для такого героя. Плюс саппорт. От веспа стоять себе спокойно фармить. Ну и на нижней линии Вивер. 14 на 0. Против него Бестмастер от Резолюшена. 15 на 1. У Риза тоже проблем как таковых не имеется. Приносит себе батлу уже. Но идет через топоры. Через топоры. Вместе с Кабаном, вместе с Птичкой. 2 и 2. Оба скилла. Сайлент в это время 13 на 7. У Пайката 6 на 3. Пайкат тут по фарму немного проседает. И милишный Сайлент в пачке с Дизраптора. Так, СФа на мидлейне зацепили. СФа забирают. ЕГМ, лоу-хпшный ЕГМ тоже отправляется в таверну. Тот пошел по Ноуфиру. И Ноуфир тоже отправляется в таверну. В итоге размен 2 в 1 на центральной линии. ФБ забирает команда. Фокловерс и Лепрекон. А Эмпайр забирает только 1 фраг. И это саппорт. Это не секси бамбу. Сами отдали даблу. И начало неприятное для Империи. По голде они уже проигрывают. И по экспириенсу тоже должны быть в роли отстающих. Резолюшн в погоне за руной. У него есть батла и контроль руны, естественно, за ним. Но с этой стороны ЕГМ. Ему тоже руна просто мастхэв в батле постоянно. Потому что он нянькой работает. Нянькой у секса бамбу. И ему вообще мана нужна и хп невероятно. При учете, что он стоит против рейнджевого героя на центральной линии. При учете, что есть еще и хелпаут Винтерн Виверн. Не поймали здесь Саксу. И Бэйн отсюда уходит. Агрессивно на самом деле ведут себя обе команды. Вы видите, что размен по хп присутствует. Не стоят на пассиве, не фармят тупо. Друг друга постоянно харасит. Где-то мы уже с вами и выходы на центральной линии наблюдали. Команды, в общем-то, не скучную игру показывают, что приятно наблюдать. У Йоку на центральной линии 15 на 6. У Сэкси Мбамбу 24 на 6. И это перефарм, прямо-таки скажем, хороший. Тем более, что Тинни Милишник. Такого в принципе не должно быть. Да, там саппортинг от Веспа, это понятно. Но на 10 крипов отставать на ранних левелах. Тем более, что Шадоу Рейс уже третьего левела. И спамить может Йоку очень плотно этим скиллом. Он нетребовательный по манену. И при этом Йоку не дофармливает. Причем прилично не дофармливает. Первое место по крипстату у Вивера. Это легкая линия. И он стоит в соло против Бестмастера. Еще и пошел Кабанов доедать здесь. Молодчака вообще. 31 на 1 у него. У Беста от резолюшена 27 на 4. Тоже очень хороший крипстат. Хороший, плотный крипстат. Возможно здесь будет ранний Даггер. А возможно будут тим артефакты. Посмотрим. Может при таком-то фарме не СФ будет вывозить Мекку. А займется этим именно резолюшен. Потому что у него по идее по нетворцу дела поинтереснее идут, чем у СФ. Ненамного, но тем не менее. Так, Джаггер сильно проседает по ХП. Глимсует назад Пайката. Пайкат в кинетик филде. И Сайлент лоу ХПшный. Сайлент сейчас что-то допоймает. Стрела есть у Пайката. Пайкат отпивается. И Вивер как удачно приходит сюда. Вивер, стрела. И стрела эта попадает прямо в Найтмэр. Нереально крутой на самом деле выход от Кливеров. Вивер эпично, просто элитно ворвался на топ-линию. И счет становится 4-1. Империя уже начинает проседать. Уже они в роли догоняющих. Причем так плотненько догоняющих. По голде проигрывают 750. Хотя по экспириенсу видим в плюсе у них дела. Ненамного, но тем не менее. Йоку 32 на 7. Секси Бамбуд 28 на 9. Йоку исправил свои дела лесными крипами. По фарму он отстает от Тини на 500. При всем при этом. Ну и перефармленный Тини мне больше вселяет в меня больше доверия, чем перефармленный СФ. Эмперия уже обжигалась на опенквалах об этого Тини. Игра, которая 70 минут шла. Так, Секси Бамбу зацепили. Секси Бамбу лохэпэшный. Его очень плотно выхиливает ЕГМ. Но Резолюшн не отпускает. Здесь Кабан еще и ЕГМа зацепил. И ЕГМа глимсует назад. Алоха Дэнс лохэпэшный. Алоха может отъехать. Так, пошел саппортинг здесь от Ноу Фира. Ноу Фира бьет Вивер. И просто Вивер делает таймлэрс. Вивера будут пытаться ловить. По идее могут, что кучи есть. Ну и все, Вивер отсюда уходит. Найтмэр пошел от Сакса и промазывает в Найтмэр пайкат стрелой. Как это вообще возможно? Но Йоку стопят своими телесами игроки команды Фукловерс и Леприкон. Йоку в итоге отъезжает. Размен не в пользу Империи. Это факт. Все сюда стянулись. Но в целом по голде просели. 801 зарабатывает Фукловерс. И 340 зарабатывает Эмпайр. Ну и 1100 против 730 по Экспириенсу. Все это тоже в пользу клеверов. Как пайкат промазал стрелой непонятно. Но очень круто отыграл Бэйн в данной ситуации. Ну как круто. Обычно отыграл. Подстопил Йоку. Йоку уже с руки расковыряли. А Мирана это тоже фармит. Мирана тоже нормально дэмэж. У нее уже есть фазы. Так пайкат сраскаст просто со старта. Теряет 60% хп. И Миране по хорошему отсюда бы удалится. Или будет ждать какой-то хелпы. Секси Бамбуна выходит на Сайлента. У Сайлента нет маны на ульту. Немного не хватает маны. Но ЕГМ сейчас если попадет своим спиритом. По идее развалят Сайлента. Ну и Сайлента просто с руки доковыривают. Резолюшн тоже без маны. Ребята где мана все? Тут антимаг что ли какой-то поселился. ЕГМ через тизер пытается уйти. Все это под ульту Мирана. И ЕГМа поймать наверное уже не получится. Да и глимсовать не под кого. У Резолюшна нет маны на топоры. Резолюшн проязал праймал рор давненько в лесу. Или здесь кстати его проязал. По моему здесь его проязал. Но Тинни забрали. Тинни забрали что в принципе неплохо. Тинник идет со счетом 0-2 секси бамбу. Крипстат имеет неплохой. Но эти смерти вниз его опускают по фарму. На чуть-чуть конечно. Но в целом Тинни где-то 4-5 позицию делит с Сайлентом. Йоку куда делся? Где Йоку? Йоку в лесу. Йоку может себе позволить. У него уже 8 левел. У него Shadow Rays 4 левела. Поэтому фарм сам с собой идет. Кливера 1000 по голде. 250 по экспириенсу. И почти 10 минут командами уже сыграно. 10 минут 12 киллов. В общем-то игра не скучная. И за это командам спасибо. Ну будем откровенны. Секси бамбу в пачке с виспом ЕГМом. Тинни тоже фармливает леса хорошо. А при учете того, как висп хорошо стакает. Тинни может... Ой-ой-ой, какую стрелу поймал Сайлент. И по-моему Сайлент здесь прощается с нами на 35 секунд. Сайлента развалили. Ну просто неудачно вообще. Сайлент остановился побить этого таракана. Которого Вивер на него набросил. Сайлент отъезжает в таверну. 9-4. Счет попахивает неприятно для Империи. Кливера. Организует раннюю агрессию. В это время Тинни фармит. В Секси бамбу уже появляется Даггер. Не в Аганим, а в Даггер тратит время Тинни. Время и деньги. Будет Даггер, будет продолжение врывов и агрессии. А висп, если что, на тизере подтянется. Это нормальная комбинация. У Тинни хороший рассказ. Тевеллендж 3-го левела. Тос 4-го. Гроу тоже прокачал, поэтому Тос прилично дамажит. Ну и таким мягким героем, как Дезраптору, например, как Винтерн Виверн, можно она получать. Да что там Винтерн Виверн? Там Джаггернаут. Может отъезжать с одного рассказа Тинни. На самом деле, очень даже неплохо. Сайлент решил поаккуратничать. Играет через Хеллингвард. И на линии старается стоять фулово. Тут реально подпросесть по ХП. Это просто отдать Тинни жизнь свою моментально. ЕГМ уже сейчас получает 6-й левел. Секси бамбу 8-й левел. И ждем релокейтов. Летать должны. На то это и комбинация. Смоук сразу же провязали игроки команды Фокловас и Леприкон. Раскручивается Висп. И где-то сейчас будет релокейт. Никуда не пингуют. Под смоком пока просто заходят во вражеский лес. Ну ждем. Ждем, ждем, ждем. Птица пролетела. Птица ничего не увидела. Секси бамбу на Йоку-Йоку без маны. И стягивается сюда еще и Бэйн вместе с Мираной. Йоку надо по-хорошему отсюда уходить. Йоку пока на лоу-граунде. Йоку видят. Секси бамбу врывается в Йоку. Подбросил и Эвелинджем Йоку развалился. Достаточно агрессивная игра. Но здесь три игрока команды Эмпайр и Сайвент. Моментально на Пайкат. У Пайката нет прыжка. Он только что его провязал. По идее Пайкат здесь рассыпется. В это время у нас замес в лесу команды Эмпайр. Секси бамбу лохэпэшный. Виверну развалили. Эвелиндж на отходе от Секси бамбу. Резолюшн бежит за своим оппонентом. Топоры через секунду. Секси бамбу рассыпается. Размен 3 в 2. Все это в пользу Империи. При том, что дрались без Йоку. Сайвент начинает драться с Джаггернаутом. Алоха Дэнс тоже лохэпэшный. После, после, после брейнсапа, конечно же, от Сакси. И Алоха Дэнс отъезжает. Сакс лохэпэшный. Его-то засейвят. Но теперь команда Эмпайр просто в печали. Йоку прилетает. У него есть Реквимов Сол. Но он даже не пытался его кастовать. Сайвент не умирает. Виверна еще и примораживает здесь Сайвента. И просто возня какая-то. А не драка на самом деле. Сайвента развалили. Йоку разультился. Все это под ноги Виверу. Пайкат будет бежать дальше за Йоку. Йоку, по-моему, не жилец. Хотя в итоге, в итоге, в итоге. Неужели успел? Успевает у нас сделать таймлэпс Вивер. Офигеть. Как классно клевера в данном файте. Действовали. Очень сумбурная драка. Безусловно, сумбурнейшая из драк за этот матч. И при этом команда Эмпайр пятером сливается. А Йоку еще у нас сливается дважды за этот растянутый файт. 1700 по голде. 3300 по экспириенсу в пользу клеверов. И они выходят на центральную линию. Первый Тауэр Эмпайр упал. И он просто, знаете, так бонусом стал для команды Фукловерс и Леприкон. По голде они выигрывают 4.5. По экспириенсу 3.5. Давайте смотреть артефакты. У кого что появилось, если появилось вообще. У Сайвента есть фейсбутс. Есть брасор, скорее всего. Будут барабаны. У Дизраптора Арканбутсы. А Локоденс знает, как играть. Так, ульта пошла у нас от Резолюшена. Подцепили Секси Бамбу. Но здесь надо с Виспом разбираться. Не Секси Бамбу. Примораживают в итоге у нас Секси Бамбу. Под ноги Статик Шторм. Бамбу развалился. Соглимсует назад еще и Виспа. И Висп тоже здесь отъедет. Висп мягкий. Висп маленький. Виспа бить несложно. И Некра от Резолюшена. Некра первого левела. Они свое дело сделали. Минус 2 делает Эмпайр. Зарабатывает 1400 золота. 1600 экспирианса. И возможно даже будет выход на тавер. Нет, невозможно. Не будет входа на тавер. БМ пошел хилиться. Гоу дальше по артефактам. Йоку на Шадоу Финди. Уже есть Плаклер. До хедрески. Остаются копейки. Будет собирать себе Мекку. Возможно, минутик 17 Мека появится. У Бестмастера. Будут макситься Некра. Потом уже, я думаю, так, как неудачно. Резолюшен здесь повернулся. Прыгает Секси Бамбу. О, и Резолюшен еще до приземления, по-моему, умер. Или приземлился, и позвоночник куда-то сыпался в штаны Бестмастеру. Очень больно, на самом деле. На данный момент от Тинни идет рассказ. Тос 4, Эвлендж 4. Ну, как Нюкер Тинни просто крутейший герой. Ну, и как Лейта тоже очень крутой. Фейсбутсы есть. Блинкдаггер есть. Бегает быстро, вырывается моментально. Моментально. Ладно, гул дальше по артефактам. Йоку, хедреску в себе покупает. Остается 800 голды до Мекки. Что тут у Ноуфира? Виверна без ничего. Солу ринг есть. На всякий случай тут на подсейв своих тиммейтов. Ну, и Сайлент ловит стрелу. На тупом вообще ловит стрелу Сайлент. Пайкат какой-то паб-стратегия. Я убиваю Крепа, сквозь него бросают стрелу. И ты в итоге, Сайлент, умираешь. Как-то странно на это все подписался Сайлент. И у Вивера появляется Дезолятор. 16-ая минута. Вивера Дезолятор. Просветка на Вивера. Глинс. Все это в статик шторм. Вивера отсюда не уходит. Это факт. Но еще и Бэйна поймали. Найтмейр на себя не успевает положить Бэйн. Даже если бы положил, разбудили бы. Вчетвером игроки команды Эмпайр на нижней лайн. И раз собрались, надо пушить. Очень простая схема. Тем более, не кров провязали. Начинают пушить, и Тавр в любом случае падает. В это время Секси Бамбу подпушивает топ лейн. 17-11. Два очень важных килла сделала команда Эмпайр на нижнем лайне. Сайлент прыгает на топ линию. У него есть Омни Слэш. Он как бы мог и рассыпаться здесь на самом деле с тем же Омни Слэшем. Бамбу никуда не уходит. Ульта Атмираны. Бамбу, возможно, сам на Сайлента прыгнет. Но если прыгнет и не убьет его, то Сайлент просто развалит Бамбу. От Сайленту просто не хватает ХП. Не хватает, и это печально все смотрится. Джаггеру надо что-то делать с плюсиками. Джаггер не переживает элементарный раскаст от Тинни. А сейчас еще и тост станет. А тост уже стал помощнее. Секси Бамбу 11-го левела. Гроу в два прокачан. Сайленту надо переживать во что бы то ни стало прокаст. Надо подумать о Сэнджин Яше. Причем, скорее всего, он начать с Эндж. Сюда релокейт от Веспа. Весп вместе с Тинни. Рассыпается и Алоха Дэнс. Ну и улетает в это время кто-то куда-то улетел. Кого-то здесь уже нет, это точно. Там вообще никого нет из команды Эмпайр. Забрали Алоха Дэнса и забрали Сайлента в другой части карты. Империя отдает инициативу своим оппонентам. И это чревато. В данном Best of 3 начинать со счета 0-1. Вроде бы и нормально. Вчера с Секретами разобрались. Ну, согласитесь, можно и за две игры выигрывать. Не надо особенно выдумывать. И пуш-потенциал команды Фукловерсен Леприкон на 17-й минуте становится просто колоссальным. Есть у Вивера Дезолятор. Тинни очень круто рушит товара через Тос. Тут такой вот хороший дэмэдж наносится. Моментальный причем дэмэдж по товарам. А там, где надо пилить руками, невероятная помощь у Дезолятора. Поэтому команда Эмпайр, надо что-то думать в вопросах от дефа. Или все-таки навязать агрессию свою и под свою диктовку провести ближайшие 2-3 файта. Потому что пока артефакты не появляются. Важные у команды Эмпайра время уже пришло к важным артефактам. Смотрится все это, ну, не алло. Йоку фармит. У Йоку уже появляется Огур Клаб после Мекки. Шадоу Финт, скорее всего, будет собирать Блэк Кинг Бат, чтобы от Тинни не рассыпаться. А Тинни ничего не боится. У Тинни есть Форстаф. Наганим вообще забили. Артик Берн от Ноу Фира. Цепляет Секси Бамбу просто, чтобы выключить его из файта. Тинни тут мерзнет. У него пока в кулдауне даггер. Сейчас Тинни просто будет в толпу залетать. Секси Бамбу уже прыгает у нас на Сайлент. А Сайлент рассыпался. Бейсмастер лоу ХБшный. Вивера закрываются в Кинетик Филде. Вивера разваливают. Под брейнсапом Йокун, убить руками его некому. Ноу Фира отправляет Сон. Резолюшн лоу ХПшный. Пока что размен 2 в 1. Ноу Фир старается отхилиться. И, по-моему, отхилиться. Нет никакого каста. Ноу Фир сейчас уже рассыпается. Ну и Пайкат бежит от некров. Пайкат, скорее всего, выживает. Где-то там Тинни в это время. Тинни у нас дерется против Алоха Дэнса и Йокун. Меку провязали. Глимсует назад Тинни. Ой, Алоха Дэнс перемудрил. Сейчас бы Тинни просто мог его изничтожить. Висит на нем урна. Висит на нем еще и статик... Короче говоря, вот этот вот Сандер Страйк. Да, Сандер Страйк. Резолюшн лоу ХПшный. Резолюшн может отсюда уйти. Нет. Вешает на него умно в Шадовс Висп. И Висп чуть ли не в соляк вообще разваливает у нас резолюшна. Пайкатер ссыпается от Сайлента. 22-14. 20 минут сыграно. 36 килов. Да и это же супер-пупер-пап. 23-14. Секси Бамбу нашел жертву. Жертва оказалась недееспособной против Секси Бамбу. И как он это делает, да? Он это делает с правой рукой от команды Эмпайр. Просто оружием Эмпайр по самим Эмпайр. Это не ответный удар. Это я не знаю. Это просто не нож в спину, ну кирпич в спину. Это точно. В любом случае команда Фокловерсон Леприкон показывает очень крутую игру. На самом деле по такому пику именно эту игру от нее и ожидал я увидеть. И они не подвели меня. Ребята, респектулечка. 20 минут сыграно. Гоу смотреть артефакты. Па-бам-пам. Модный приговор. Что тут по вещичкам? Сайлента есть барабаны. А здесь у нас есть файл. Ноу Фирлоу ХПшный. Сайлент без омни-слэша. Сайленту отсюда бы уходить. Ноу Фир не сможет спасти Сайлента, если на него пойдет рассказ. Так, глимсуют назад ЕГМа. ЕГМа должны разваливать. Он в Кинетик Филде. И оттизер проюзать не удастся. И ЕГМа развалили. Слишком далеко были партнеры по команде. Беднягу Виспа на пустое место разменяли. Прервали они выпуск Модного приговора. Давайте вернемся сейчас к нему. Транквил Бутсы есть. Сол Ринг есть у Ноу Фира. Бистмастер с третьими Некрами в Курьере. Ничего для Бистани. Но третий Некра это, согласитесь, уже неплохо. Тинни там со своим рассказом может плотненько огрести. У Джаггернаута собирается Яша после Драма Фендеранс. У Алоха Дэнса появляется Герс Септор. Конкретно под рассказ Тинни. Конечно же. Ну нет, скорее всего нет. Понятно, что он хочет выживать, не получать от Вивера. Потому что основная задача Вивера с Дезолятором, особенно ранним Дезолятором, забегать в спину и вырезать всех саппортов. Чтоб никто ничего не кастовал. Для этого у нас Дезраптор и приобретает себе Герс Септор. Вообще Алоха на самом деле блещет в последние дни. Просто любо-дорого смотреть на его отыгровки на Рубике. Вообще все саппорты от него получаются, ну, крутыми. Это совсем не тот Алоха, который... Да нет, может это совсем тот Алоха. Нормальный Алоха. Как был нормальный, так и остался, только стал чуточку лучше. И у Джаггернаута уже практически готова Яша. Начать бы с Саши на самом деле. Джаггернаута. Видим, что в плюсы пошел Джаггер. Начал качать плюсики. Так, здесь 2, здесь 6. 7, 8. Да, 4 раза качнул плюсы. Ну и команда Эмплайр выходит на нижний лайн. Пытается спушить Т2. В это время у них будет падать Т2 на центральной линии. Кинет через ТОС. Все это делает. Обратите внимание. Подбросил, опустил. Или нет? Нет, нет, нет. Не делает. Ждет своих оппонентов. Резолюшн. Ему бы сюда Даггер. Можно было бы цеплять. Ну, Империя в итоге сносит Т2 на нижней линии. Теряет Т2 на топ лейне. Где Вивер с Пайкатом уже натворили чудес. Алоха Дэнса видят. Подбрасывают. Приземлился Умин. Ульта пошла у нас от Ноуфира по Секси Бамбу. Некров вызвали. Секси Бамбу видят. И Вис просто на релокейте. На хайграунд. Утаскивает Секси Бамбу. Он сюда же и вернется. Должны об этом знать игроки команды Эмпайр. Ноуфир примораживает себя. Сайлента подбросили. Есть у Сайлента Омни Слэш. Пошел Омни Слэш. Где ты Сайлент? Сайлент. Все. Сорван у него Омни Слэш. По-моему, Шукучами. Нет, не Шукучами. Чем-то другим сбили. В итоге Омни Слэш Сайлент. Уразмен 2 в 1. Одного Бэйна. И при этом потеряли двух своих саппортов. Игроки команды в Кловерсен Лепрекон. Дота, дота, дота. Что с тобой не так? Подлагал немножко дота. Ну, на позиции 5000 очень давно держатся команды. С 12 минуты. В принципе, чем дальше, тем меньше эти 5000 важность имеют. Ну и по экспириенсу тоже пятерка в пользу клеверов. Йоку приобрел себе Блэк Кинг Бар. Пока не юзал еще. Он у нас не в центре замесов. Ждем его агрессии, его врывов. Тут неплохо бы Бестмастеру приобрести даггер. Ну, вы видите, что именно на этот артефакт и нацелен Резолюшн. Как только у него будет даггер, врывы от Империи смогут быть возможны. Пока что они просто принимают на себя удар, не нанося. Как говорится, ответным. Секси Бамбо. Сбривает пачку крипов, разворачивается и уходит отсюда. И даггер появляется у Бестмастера. Все, теперь ждем агрессии от команды Эмпайр. Просто стоять и ждать, когда на тебя Тинни вместе с Виспом влетает. Это, согласитесь, не Гамильфоток. Так игры не выигрываются. Огрклаб вместе с Метрилхаммером есть у Вивера. Блэк Кинг Барса решил собрать себе Вивер. Бэйн уже у нас с Глиммер Кейпом. Висп после Урдов Шадоус тоже есть Глиммер Кейп. И есть еще 2000 на руках. Виспу тут разгуляться. Как саппорту много всего можно купить. Откуда вообще столько денег? 1-5, но при этом 12 ассистов. Нормально весь себя чувствует. Так, поймали у нас Вивера. Ну, если успеют съесть за Статик Шторм, должны, по идее, убивать. Да, должны убивать, убивают. В итоге Алоха Дэнс у нас в Геос Септре. Алоха Дэнса, по-моему, здесь убивает. Толкает себя вперед Тинни, Йоку. Один-одинешник здесь. Еще и в инвиз ушел Тинни. Ну и под Финс Гриппом Йоку должны убивать. Мека есть у Йоку. Мека БКБ, но просто не хватает ему ХП, чтобы пережить Финс Грипп. В итоге СФ много денег должен подарить своим оппонентам. Ждем. 800 голды за одного СФа получает команда Фокловерсон Леприкон. 27.17. Месиво колоссальных масштабов. 40 киллов за 25 минут. Даже 44 килла. Это все хорошо. У Биста обычный тапок ему пока. Тапки вообще неинтересные. У Джаггера есть Яша. У Джаггера 1300 на руках. Жду Сашу Яшу. А может даже и не Сашу Яшу. Может это будет Монто Стайл. Вообще важен ли он, нужен ли он? Ну здесь по сути сбрасывать нечего. Сайленса нет ни от кого. Ну и в целом ничего особенного. На Джаггера такого кастануть не могут, что Монтою можно сбросить. Да и иллюзии Джаггера не так важны, как сам Джаггер. С нормальным количеством ХП. Угр Клаб приобретает себе Джаггер. И становится понятно, что это Саша Яша. Хотя было понятно, наверное, изначально. У Тини уже практически готов Аганим. Есть, в принципе, две у нас тысячные штукенцы. И остаются копейки до приобретения третьей. Ну и Пойнт Бустер уже давным-давно в Итембилде Тини лежит. 27-17 счет. Тини на первом месте по фарму. Так и должно быть. Секси Бамбу восстановил нормальный показатель КДА. До этого у него был 0-2 на ранних стадиях. Теперь у него в плюс все пошло. 8-4-8 идет у нас Секси Бамбу. И деньги льются рекой. 13к он перефармливает даже Шадоу Финда. Ну и в лейте Тини станет чудовищем. Просто чудовищем. Уже сейчас Тини просто чудовище, когда появляется вот эта палочка-выручалочка у него в руках. Бревно, которое просто отрывать может головы мягким героям команды Эмпайр. Дизраптор после Геосептера будет в полнейшей печали. В Интерн Виверн тоже, если Колбов кого-то вкастует, они в себя рассыпятся моментально от Тини. Ну и демаджа с руки, я думаю, вы видите сколько. 300 с копейками от Секси Бамбу плюс чудовищно крутой раскаст. Все это хрен переживешь на самом деле. Ну и Тини уже не стесняется. 2000 хп. Самоподсейв в виде Шадоу Блейда у него есть. Бояться ничего не боится. Даггер есть, Форстаф есть. Отовсюду себя и вытолкнуть. И вылетит. Но Эмпайр под смоком заходит в бок. Пайката видит. Джаггер должен юзать Омни Слэш, но не достает до Пайката. Тини у нас запрыгивает на хайграунд. И сваливает отсюда. Тини просто отсюда уходит. ЕГМ привязывается к Тини. Резолюшн не достает. Просто не достает наорать на ЕГМа. Не хватает рейнжи. ЕГМ очень близко бежит к рейнжу Резолюшна. Ну и Сайвен тоже не догоняет. Да вообще никто не догоняет этого ЕГМа. Такой спринт устроили. А в это время хайграунд команды Эмпайр начинает пушиться. Припы уже здесь. Катапульта здесь. Пайкат здесь. Пайкат будет просто бить вышку. Пайкат упрыгивает. Летит сюда Сайлент. Он с Пайкатом короткий разговор имеет. Вижу, что Тавивер здесь подплевал немножко тараканами. Ну и будут растягивать теперь по всей карте имперцев, игроки команды Фокловерс и Леприкон. Они как раз на это и должны все силы бросить. Например, Вивер вместе с Пайкатом пушат одну линию. А в это время у нас на Релокейте пушится другая линия. Для Тинни теперь не проблема. Под оверчарджем... Ох, какой психованный секси-бамбу. Просто бешеный. Для Тинни не проблема. Под оверчарджем сносить товара, бараки, все вообще, что он видит. И движимое, и недвижимое. Так что растянуть команду Эмпайр будет несложно. Но для этого есть все у команды Фокловерс и Леприкон. Они сейчас реально с позиции силы должны действовать. У Бэйна появляется Даггер. Ранние врывы от всех возможны. Вивер залетает на шокучах. Здесь Мирана. Либо Инвиз, либо Лип. Лип ворваться. Есть Дайдалус у Мираны. Вот так Пайкат решил с деньгами распорядиться. Дайдалус. Ни Ёлнир для пуша. Ничего такого. Просто точечная цель. Большой дэмэдж. Пайкат. Запустил стрелу на Роху. Никто ее не поймал. Вообще никто ее просто поймал. Стан от Рохи. И сразу же ему на голову падает огромный кирпич по имени Тинни. Секси-бамбу. В Инвиз от Мираны прячется. Просветка есть у Дезрафтера. Пока ничего не юзают. Ждут пока подойдут. Тинни опять. Стоит у нас на позиции врыва. Роха ловит стрелу 5 секундную. Сайлент уворачивается. Выпрыгивает отсюда. Резолюшн на Даггере. У него есть гем. Просто так зайти не получится. Некров провязали. Бэйн. Даггер аут отсюда. И всех растянули. Секси-бамбу. Тут через Клифф. Даггером через Клифф. Форстафом. Круто, конечно, действует. Очень мобильная. Мобильная. Быстрая. И такая, знаете ли, сумасшедшая немножко. Комбау от команды Фокловерсон Леприка. Запрыгнули. Выпрыгнули. Тинни прыгает у нас на Роху. Подбрасывает Йогу. Сразу же статик шторм под ноги. Рошан падает. Шадоу Финн забирает Аегу. В итоге Эмпайр забирает и Рошана. И лоу-хпшный Тинни старается отсюда уйти. И упрыгивают, глимсуют назад. Пайката очень зря. Сайвент лоу-хпшный. Сайвент разваливается. Йогу разваливается. Пока что размен 3 в 1. Забрали Аегу у Йогу. Ну и тараканы летят в Йогу. Вивер будет бежать. Но у Фира могут убить здесь. Ну и поймали еще и Бейна. Бейны смогут развалить. У кого гем? У кого-у-у-у. У Алоха Дэнса нет. У Ноуфира нет гема. Как будто я видел здесь гем. По-моему, он уже у команды... Да, он уже у команды Фокловерс и Леприкон. В итоге это минус 5 от клеверов. Пока выдумывали игроки Эмпайр. Что же им делать? Кого же фокусить? На кого дэмэдж вливать? Фокловерс решили не думать. Здесь массовый дэмэдж от Стар Штарма. Здесь массовый дэмэдж от Тинни. То есть, экси-бамбу уже на хай-граунде. Перефарм очень крутой. Тут 1012-13 будет по золоту. По экспириенсу идентичная ситуация. И падает топ-лейн у команды Эмпайр. Тедрака дорого стоила. Байбэков, как я понимаю, нет. У СФа, да, голды просто не хватает Йоку. Центральная линия тоже начинает сыпаться. У Резолюшена есть ульта. Резолюшен провязал ее. В Глимеркей подправляют Секси Бамбу. Здесь есть Некрономикон. Секси Бамбу могут попытаться забрать. Релокейт у Беспа есть. Секси Бамбу упрыгивает. Его выталкивают. Пошли топоры. Секси Бамбу глимсуют назад. Он еще и в Кинетик Филде. И Релокейтом утаскивает Виспа. Висп своего товарища на фонтан. Висп будет возвращаться в соло. Потому что никто больше сюда не подходит. Ну и ждут. Ждут Виспа. Некуда вообще деться ЕГМу. Глимеркейп. Не Глимеркейп. Здесь есть Некрономикон. Это слабый подарок для команды Эмпайр. Они заработали тут... Ну если тысячу голды, это хорошо. В целом на общую картину это никак не повлияет. 840 золота, 1400 экспириенса. Это все копейки и капля в море. Команда Эмпайр проигрывает гораздо больше. Давайте смотреть по закупу. Как дела обстоят. 2-100 на руках у Джаггернаута. Висп собирает Лотус Орб. Какой же жирный все-таки здесь Висп. Я, конечно же, в экономическом положении. У Джаггера 2-200 после появления Саши Яши. У Дизраптора. Вот Алоха Дэнса. 2000 на руках. Тут Аганим просто пищит как нужен. Йоку. Да всегда, в любой игре, нужен Аганим Дизраптору. Шадоуфинд. 1200 на руках. Саша Яша тоже есть у Йоку. Вроде ХП нормально, но рассказ чудовищно крутой у команды Фокловерс. А кто под рассказом не погиб, те просто умирают от Вивера. От Тараканов Вивера, от Дизолятора Виверского. Появляется Бутсов Тревел от Бессмастера. Уже заранее Эмпайр понимает, что их будут пушить по всем фронтам. И мобильность невероятно необходима Тим Эмпайр. Винтерн Виверна от Ноуфира. Глиммер Кейп, Транкфилл Бутси. Слабовато. Ну, по-моему, Виверна по Нетворцу нищая очень. Да, последнее место у Ноуфира. Предпоследнее место у Алоха Дэнса. Здесь небольшой, но все-таки перефарм от саппортов команды Фокловерс и Леприко. Даггер есть у Бэйна. У него есть Глиммер Кейп и 1600 уже на руках. Лотос Орд мы видели. Глиммер Кейп, Боттл и Урнов Шадоус от Виспа. Ассистов у ЕГМа. Вот откуда берутся деньги. Дальше Пайкат от команды Фокловерс и Леприко. Мирана. У нее появляется Алтимейт Орб. Я думаю, что Скади может быть смело здесь. Миране надо жить. Посмотрите на количество ХП. Оно просто неочемное. Стрела ни в кого не влетает. Да и Далус. Пока Алтимейт Орб ничего более не придумали. А возможно, это будет Линкен Сфера на того же Тинни вешать. Кстати, да, не подумал я об этом. Там Линкат тоже очень неплохой вариант. У Секси Бамбу появляется Кираса после Аганима. Теперь скорость атаки крутая. Теперь Тинни вообще не о чем печалится. 2-100 у него еще и на руках. Ну, фармить он будет просто как сумасшедший сейчас. Не только крипов, не только героев, но и линии. Фармить бараки, фармить товара. Все на свете. Ну и Вивер. 4-400 на руках после Дезолятора, после Блэккен Бара. У Вивера все очень хорошо. Свифт Эндинг. Это кто-то из известных игроков, поменявших никнейм? Или это какое-то новое имя в доте? Скажите, пожалуйста. Тщательно пишите. Знатоки буду вам признателен. Вопрос к знатокам. Вопрос задает пенсионер. Из города Мариуполь, Дмитрий Друг. Кто же тут такой, Свифт Эндинг? За всем просто не уследишь. Ну что, Саксу поймали. Вроде бы Сандер Страйк на нем. Сайлент. Найтмэр до сих пор. У него есть Омни Слэш. Он может ворваться, но скорее всего это будет на Вивера проюзана. Вивер у нас в Блэккен Баре. Дальше за Резолюшн. Здесь куча Некрономиконов. Вивер просто улетает отсюда, но погоня продолжается. Минус 2 сделала команда Эмпайр. Минус 3 делает команда Эмпайр. Хотя Секси Бамбу забирает в это время Бестмастера. Ну и Алоха Дэнс. Что же это такое-то творится? Две линии забрали игроки команды Фукловерс и Леприкон. И в таверну отправился Бестмастер. Поняли, что воевать уже не о чем. Просто-напросто. Ну и... В итоге команда Эмпайр первую игру сливает. Этот матч, если я не ошибаюсь, в формате не Best of 3, а Best of 2. Сейчас вам точно скажу. Да, это формат Best of 2. Так что в лучшем варианте Эмпайр откатает в ничью. Этот матч на данный момент не уже в роли догоняющих. Ну и где же у нас проблемы кроются? Проблемы кроются в недофарме СФ. А СФ не перешагнул через 500 ГПМ. А по артефактам ничего интересного не появилось. На 36-й минуте СФ вывозит обыкновенно гораздо больше, чем вот столько, сколько мы с вами видим. Ну и здесь классный фарм Тинни. Неплохой фарм. Того же Вивера. С Вивером сравниться никто не может, кроме СФ в составе команды Эмпайр. Джеггернаут 406. Ну, в общем, недофарм и слабая реализация своих героев. Не выдержали ран ни агрессии. Сейв-вариант оказался не очень. Ждем второго матча. Пересоздается лобби. Пока перезайдут игроки команд. Далеко не расходитесь. Напомню еще раз. Это европейская квалификация. Эмпайр ТВ. В пачке с игроком ТВ с вами друг. И с вами сегодня еще много матчей команды Кловерс и Леприкон. Дальше Эмпайр будет играть с Альянсами. Что прямо-таки, скажем, загляденье будет, а не игра. Посмотрим, в каком состоянии находится команда Альянс. Все. 3-4 минуты. Далеко не расходитесь. Подписывайтесь на наш канал, группа ВКонтакте. Все-все-все. Что может быть интересно вам и нам. До связи вернусь через 5 минут.